Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. И сегодня мы поговорим о новом депутате, побеседуем с новым депутатом Кнессета, который занял достойное место от партии Ешатит, партии Ейра Лапида. На связи с нами Владимир Беляк, экономист, бизнес-консультант, аудитор. Владимир, добрый вечер! Здравствуйте, Александр! Мы с вами коллеги. Я знаю, что вы успешно закончили первую степень, вторую степень получили в Израиле. Аудитор – это очень и очень уважаемая профессия, уважаемая специальность. У вас есть свой офис, вы занимаетесь этим достаточно давно. Вопрос может быть несколько неожиданный – зачем вам все это надо? Зачем вы пошли в политику, то есть человек занимался своим любимым делом, профессионалом? И вот в это все… Ну, что греха таить? Политика – это грязь. Вы согласны? Действительно, я 15 лет был, может быть, являюсь еще аудитором. Аудитором-то вы останетесь, вы, может быть, не прекратите на время коммерческую деятельность, а диплом у вас никто не отберет. Это своя аудиторская фирма. Но уже в 2012 году я присоединился к партии «Ешатейт». В 2016 году в рамках партии я основал форум по развитию малого и среднего бизнеса. Один из самых сильных и профессиональных форумов в партии. Через год мы подготовили и подали через депутата Кнеста Мейера Койна закон о пособии по безработице для частных предпринимателей. И я могу сказать, что если бы тогда, в январе 2018 года, этот закон был принят, я думаю, что положение малого и среднего бизнеса сегодня, в условиях сегодняшнего кризиса, было бы кардинально иным. Владимир, я не буду... Политикой я занимаюсь уже достаточно давно, мне это интересно, и я всегда хотел повлиять. Повлиять на происходящее событие, на экономику страны, на политическое развитие, на судьбу нашей демократии. И нет лучше места для того, чтобы повлиять, чем наш парламент. Скажите, я очень коротко спрошу вас про политику, а потом вернусь к экономике, мне это интереснее. Да, я просто слышал несколько интервью с вами, вас все наперебой спрашивают, а с кем вы будете сидеть в коалиции, с кем вы не будете сидеть в коалиции, а с этим будете, с этим не будете. Это, на мой взгляд, сейчас менее важно, потому что на этот вопрос ответить не может никто. А даже те, кто отвечают на подобные вопросы, на самом деле не всегда говорят правду. И не потому что не хотят сказать правду, а потому что они ее не знают. Поэтому я бы вас спросил по-другому. Вы считаете, что ваша партия Ешатит после того, что сейчас произошло, мы знаем, что вы шли блоком, потом первый этот блок, так сказать, трещину в этот блок загнал Бенни Ганс, который, ну, извините за такую формулировочку, кинул своих партнеров, присоединился к Натаньягу. Вот, сейчас все, так сказать, вернулось на круги своя, отделился буги Айлон, сейчас партия Ешатит как бы идет в своем чистом, кристальном, так сказать, составе. Ваши прогнозы, опять, без агитации, без ничего, вот на ваш взгляд трезвый, сколько примерно вы возьмете мандатов, опять-таки, я не прошу вас сейчас точные цифры, то есть, я пытаюсь задать вопрос с той точки зрения, то есть, насколько сможете вы влиять на то, что происходит в стране? Я не хочу говорить о цифрах, я надеюсь, что и верю, что мы сможем показать очень серьезный результат на этих выборах. Я очень надеюсь, что в рамках следующей коалиции мы будем самой крупной партией, что премьер-министром будет Ейрлапид, и мы поведем за собой новую коалицию, которая будет коалицией ответственной, либеральной и разумной. Это наша цель, это наш передвыборный лозунг, и я очень надеюсь, что мы это сможем сделать. Ну, отлично, то есть, я другого ответа от политики не ожидал, давайте вернемся к экономике. Кризис, который переживает сейчас мировое хозяйство, он постоянно углубляется. Как считают многие, все прогнозы, которые сейчас делаются, как будет там завтра, послезавтра, на самом деле, очень и очень приблизительные, потому что просто нету, невозможно применить метод аналогии, потому что невозможно сравнить ни с чем. Такого в мировом хозяйстве еще не было. А в Израиле тоже колоссальное количество безработных, люди, так сказать, уходят в халат, отпуск без содержания. И тем не менее, вот последние данные, только что я получил пресс-релиз Министерства финансов, что очередное рейтинговое агентство Мудис подтвердило высокий рейтинг Израиля вслед за другими рейтингами агентствами. Что же происходит? Это какое-то израильское чудо, то есть, все рушится, а израильская экономика продолжает развиваться, доллар падает, то есть, шекель крепчает. Что происходит, на ваш взгляд? Никакого чуда нет. На самом деле, мы видим, что рейтинговое агентство подходит сегодня к вопросу кредитного рейтинга очень осторожно. И практически мы в мире и в странах ОССИДИ мы не видим стран, которым бы снизили кредитный рентик, несмотря на большой бюджетный дефицит. То есть, в обычной ситуации, в ситуации, когда Израиль два года живет без утвержденного госбюджета, когда по последним данным, которые, кстати, были опубликованы позавчера, дефицит госбюджета в 2020 году составил почти 12%. 160 миллиардов шекелей – абсолютно чудовищная цифра. И когда экономический спад, который прогнозируется, превысит 3%, и такого не было никогда с момента основания государства Израиля. Естественно, в обычной ситуации нам бы уже давно снизили кредитный рейтинг, но, как вы правильно сказали, мы находимся в ситуации беспрецедентного кризиса. И потому и международные кредитные агентства, они ждут, они анализируют, когда в течение этого года или в течение следующего года страны потихоньку начнут выходить из сегодняшнего положения, пока они просто замораживают о текущей ситуации, чтобы не делать резких движений. Поэтому нет здесь никакого израильского экономического чуда, может быть, совсем наоборот, потому что, скажем, по уровню безработицы мы далеко впереди всех развитых стран. Нет никакого чуда, просто есть некое замораживание о ситуации с точки зрения международных кредитных институтов. Скажите, пожалуйста, вот, естественно, мы сейчас перейдем к теме поддержки бизнеса и того, что происходит в нашей экономике. На ваш взгляд, те меры, которые принимаются и принимались Министерством финансов для помощи, для спасения, давайте уже называть вещи своими именами, для спасения бизнесов, особенно пострадал малый и средний бизнес, на ваш взгляд, они достаточны, недостаточны, правильны и неправильны, в чем ошибки? Поздно и недостаточно. Меры начали приниматься где-то в конце мая, тогда как деньги нужно было бизнесам помощь давать уже в середине марта. И даже на сегодняшний день, даже из тех программ, которые правительство, само правительство утвердило, около 30% этой помощи пока не дошло до малого и среднего бизнеса. Если смотреть по фактам, к сожалению, в течение 2020 года как минимум 85 тысяч малых и средних бизнесов закрылись. И эта цифра продолжает увеличиваться. Целые сферы деловой активности просто были зачеркнуты. Такие как рестораны и развлекательный бизнес и тренажерные залы и так далее. Поэтому мы говорили уже, кстати, как ЕШТИ, если мы немножко вернемся к политике, мы еще в апреле предлагали принять наш закон о безработице для частных предпринимателей, о пособии по безработице для частных предпринимателей. Кстати, сегодня опять, потому как КНЕСЭТ у нас находится в предвыборном отпуске, и мы как депутаты КНЕСЭТа формально не можем сегодня выдвигать законодательные инициативы. Я сегодня обратился с письмом к министру финансов и к министру экономики, которые, кстати, полгода назад обязались продвинуть этот закон о безработице для частных предпринимателей. Обратился к ним, чтобы они как правительство, а единственная структура, которая сегодня может реально продвигать законодательную работу, чтобы они сделали так, чтобы этот закон наконец-то был принят. Я очень надеюсь на положительный ответ. Еще одну меру, которую мы предлагали уже в апреле этого года, это изменить саму модель отпуска без содержания. Сегодняшняя модель приводит к тому, что почти миллион израильтян сегодня находятся на пособии по безработице и будут находиться как минимум до июня этого года. И самая большая проблема, что по многим оценкам, как минимум 30-35% из них просто будет некуда вернуться, потому что их работодатели просто не смогут принять их обратно. То, что мы предлагали, это с самого начала изменить саму концепцию и идти по концепции немецкой системы, при которой помощь оказывается не в форме пособия по безработице, а помощь оказывается работодателям, и таким образом работники остаются на своих рабочих местах, и таким образом можно значительно снизить уровень безработицы. Да, но остаются на своих местах, они не могут зачастую остаться на своих местах просто в силу карантина, который просто постоянно, перманентно продолжается. Это другой вопрос, они могут продолжать работать из дома и так далее, это уже технический вопрос. Но если, скажем, их работодатель согласен продолжать их держать на работе хотя бы по течечной ставке, то оставшийся процент ставки им платит государство. И таким образом работодателю невыгодно отправлять их в отпуск без содержания, поэтому они остаются на своем рабочем месте и таким образом уровень безработицы значительно снижается. Эта концепция работает во многих западных странах. 9 месяцев мы об этом говорим, 9 месяцев мы это предлагаем министру финансов и строительства, к сожалению, они не получают никакого ответа. Ну, кроме того, извините, перебиваю, вы сказали, что вот система поддержки, что вот ее надо было начинать раньше и так далее. А на мой взгляд, вы не упомянули еще маленький нюанс, что сами критерии, эти критерии менялись, как бы говорится, три раза в день после еды. То есть сначала были одни критерии для бизнесов, должен быть определенный оборот, потом на следующий месяц эти критерии изменились. И очень многие бизнесы, я просто сталкиваюсь с этим, да, я тоже как бизнес-консультант с этим сталкивался, многие прошли просто, знаете, прошли краями. То есть не попадали ни под это, ни под другие критерии, ни под третьи. То есть целый ряд бизнесов просто остался ни с чем. То есть что можно сделать сейчас в ближайшее время? То есть потому что то, что сейчас предлагается, опять это какие-то непонятные действия, которые опять оставят за бортом целый ряд предприятий, вынудят их объявить о банкротстве. Абсолютно. Есть очень большие проблемы с предприятиями, которые открылись в 2020 году. Да, это вообще отдельный разговор. До сих пор они не получают нормальной поддержки. Кстати, мы об этом говорили на последнем задании финансовой комиссии Кнесета. И в очередной раз министр финансов и генеральный директор министерства финансов, который пока успел смениться, они пообещали этот вопрос решить. Есть проблемы, скажем, в прошлом месяце ко мне обратились десятки молодых предпринимателей, весь грех которых заключается в том, что они родились после 31 декабря 1999 года. И на момент начала кризиса им было меньше 20 лет. И поэтому, несмотря на то, что они открыли бизнес, работающий бизнес в разных сферах, они не получают ни копейки помощи от государства. И так далее, и так далее. Есть очень много дыр в этой системе помощи. К сожалению, сейчас опять же идут по той же самой системе, системе P&MOD, сложные формулы, критерии меняются практически каждые два месяца. И реально, если вы меня спрашиваете, что сегодня можно сделать, сегодня можно сделать одну главную вещь. Через 69 дней выиграть выбор и заменить существующее правительство. Только новое правительство может пойти по новому пути, по новой концепции, по новым разумным шагам. Поэтому, кстати, мы идем сегодня на выборах, поэтому мы пытаемся убедить, как можно большее количество людей проголосовать за Е-Шатейт, как самую большую оппозиционную партию, чтобы у нас был реальный шанс изменить эту ситуацию. Хорошо, но реальный шанс, допустим, заменить ситуацию в сфере помощи малого и среднего бизнеса. Окей, допустим, у вас будет реальная возможность изменить ситуацию. Значит, как мы уже сказали, огромный государственный долг, он рекордный у нас по сравнению со всеми предыдущими годами. У нас нет государственного бюджета. Что реально придется, с чем реально придется столкнуться новому правительству? И где оно будет брать деньги, на ваш взгляд? То есть, я уточняю, откуда взять деньги? Точка. Без вот всяких разговоров вокруг. Во-первых, если вы посмотрите на структуру государственного бюджета, есть огромные суммы, которые идут просто в никуда. Речь идет о десятках миллиардов шекелей. Если мы говорим о государственном бюджете, в районе 440 миллиардов шекелей, из них 20-30 миллиардов идут на так называемые коллекционные соглашения, которые мы, если помните, вы, как Ешатит, в 2014 году уже предлагали отменить, чтобы эти деньги были составной отчасти государственного бюджета, и чтобы их можно было направить на текущие нужды нашего образования, нашего здравоохранения, остальной политики и так далее. Есть в плане налоговой политики ряд освобождений от налогов, которые я бы отменил. Я не хочу сейчас заходить в детали, но... Да, да, разумеется, в общих чертах. Да, где можно сократить те освобождения от налогов, которые получают и монополии, и определенные районы по политическим мотивам и так далее, и так далее. Еще один момент. Сегодня, скажем, в газете Демаркер было опубликовано, что, несмотря на то, что Министерство обороны несколько месяцев назад уже получило суду, а не суду, а грант в районе 3 миллиардов шекелей от государства, сейчас Интониал снова попросил у Министерства финансов найти еще 4 миллиарда шекелей для увеличения оборонного бюджета за счет, опять же, образования, здравоохранения, социальной политики. Нет, вы не трожьте Министерство обороны, это дуйная корова, святая, вернее, священная корова, ее нельзя трогать. Так вот, священных коров, священных коров при разумной экономической политике быть не должно. Есть очень много мест в оборонном бюджете, который уже сегодня оставляет не больше, не меньше 72 миллиарда шекелей в год. Есть очень много мест, где можно найти те деньги, которые нужно отправить на те нужды народного хозяйства, которые нам сегодня в рамках борьбы с последствиями той экономической разрухи, которую Интониал нам сегодня оставляет, эти деньги нам будут просто необходимы. Если вы помните, в 2013 году, когда Яйр Лапид пришел в Министерство финансов без особого политического опыта, он тоже пришел в ситуацию очень крупного бюджетного дефицита, который оставлял не 160, но 40 миллиардов шекелей. И в той ситуации, в непростой ситуации, он показал, что он умеет вести себя и бороться с ситуацией финансового кризиса. Я очень надеюсь, что, я верю и знаю, если он смог это сделать с позиции министра финансов, он тем более сможет это сделать с позиции премьер-министра. Поэтому у нас есть программа, у нас есть понимание, что пришло время вести разумную экономическую политику. Все, что нам осталось, это выиграть выборы и сформировать новое правительство. То есть остались сущие пустяки. Сущие пустяки. Владимир Беляк, новый депутат КНЕССИТа от партии Ешатит. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Удачи вам, успехов. Ну и я вот надеюсь, что все-таки одним профессионалом в КНЕССИТе стало больше. В наше время это большая редкость. Всего доброго, удачи. Спасибо, Александр, всего доброго. Мы завершаем программу «Тема дня». Всего доброго, до свидания.